короче мощность стабильно теперь держит если посмотреть здесь может быть даже визуально показания занижены поэтому я подключаю приборы клещи и ориентируясь по ваттметру сколько в доме нагрузку закрывает иначе немножко там не попадает короче очень долго разбирался в интернете никаких данных по данным инвертором вообще нет и не знаю стоит ли профессионалам давать информацию может профессионалы ответить на вопрос почему мощность доходит до 1200 до 1300 и показывает 1500 иногда 1600 и пересбрасывается постоянно то есть вот так вот он не держал вот почему это так ну-ка объясните мне очень много профессионалов очень много профессионалов давайте отвечайте пожалуйста я хочу знать ответ вот у меня не работает оборудование например подскажите мне расскажите объясните и вот здесь сейчас видите значение немножко как бы колеблется а было там на процентов 20-30 вперед-назад вперед-назад что же это такое то как это исправить чтобы довести вот до такой вот степени потом как-нибудь ролик сниму и все эти видосы приложу продемонстрировать объясните расскажите мне всегда так интересно информации которые нет в интернете вы только на словах умеете или же на деле может продемонстрировать или расскажете вот мне не знающему человеку якобы в чем же причина как же вот так вот устранить что вот так вот именно было как сейчас подскажите пожалуйста мы просто я два дня бился в интернете информацию не нашел пришлось постигать читать даташито на каждую микросхему постигать что куда кого и плюс методом научного тыка и методом замеров замера скорости открывания ключей понимание как работают тут диоды пришлось постигать и эту информацию выуживать а вы же это все знаете давайте расскажите мне пожалуйста мне очень интересно ну пожалуйста я вот искал вот на зарубежных что-то там есть но она все не то все не так и все не то именно та информация которая мне нужна была просто ноль вот я вот перечислил все что вам подскажите пожалуйста ну как это все решить сейчас у меня смотрите два инвертора работает тут 900 тут 1170 уже солнышко у нас из-за тучек самое яркое 4 панели у меня мощность у них выше чем рекомендовано для инвертора но столько профессионалов которые говорили что он ограничивает и потоку и по напряжению пишет ошибку но почему это зараза когда мощность доходит до пикового значения вырубалась а вырубалась а при этом будь вся исправна почему почему я вот хочу на этот вопрос получить ответ вот сейчас видите . там видели и все видите все держит потихоньку туда-сюда гуляет тут точно так же но помочь нас здесь пониже ну почему вы думаете я плачу или еще что-то да я просто пошел и сделал сутки потратил ну как сутки со вчерашнего вечера и вот сегодня просто донастроил все вот этот вот треп в комментариях про то что просто в настройках какие-то параметры флой измени в каких настройках в каких настройках вот это настройки батареи вот это настройки дисплея это выключение дисплея это выбор языка в каких настройках тут чего настраивается ну-ка расскажите мне эти параметры я что здесь вот не трогаю вот видите тут тоже язык то тоже батареи ничего тут не трогается это не надо вообще что сделать надо с инвертором чтоб он держал и не врубался что вот мне просто всегда было интересно что профессионалы могут посоветовать только балаболить наверное вот только так почему я такой агрессивный да просто понимаете когда люди тебе пишут и рассказывать про то что да мы все знаем и все умеем да мы профессионалы такие и тыкают тебе типа с низкой квалификации ты и вообще в этом не разбираешься и подобное они берут информацию друг у друга не разбираясь в этом это печаль это печаль ну вот я эту информацию дам попозже сниму сейчас оттестирую все я ведь еще не собирал инверт потому что надо еще ролик один снять кое-что да рассказать я уже одну часть вчера снял другую отснять и вот как бы мне интересно прежде чем я это все сниму есть подобная информация есть подобное понимание или просто люди покупают оборудование тыкают в кнопочки не понимая что да как подключая что да как и при этом рассказывают сказки о том что они профессионалы при этом они не разбирают и даже не знать где здесь процессор где здесь что за что отвечает как здесь происходит измерение вот мне просто вот это вот любопытно не я просто собой горжусь вот на самом деле я горжусь не владея информацией всегда добиваться и всегда понимать это дорогого стоит особенно наше нелегкое время когда реально каналов по подобной тематике и по подобному разжевыванию просто не осталось их единицы можно сказать что их нет сейчас сплошняком магазина просто балабола просто балабола вот я который раз убеждаюсь все отлично я такой довольный и так все хорошо и так оказывается все просто но чтобы до этого просто дойти пришлось так голову поломать столько инфы перелопатить я уже цепи у хотел перешить но хорошо что я этим не занялся просто стоимости каждого модуля здесь по две тысячи рублей ну грубо говоря 20 долларов то сейчас же доллар у нас больше сотки каждый модуль грубо говоря 20 долларов 20 долларов 20 долларов там 50 долларов плату кстати я не нашел а раньше были вот на эти инвертора платы печально обидно досадно но я так скажу что блин это классно конечно получить результат положительный ну да получить сначала проблема потом их решить но это как бы знаете отвлечение такое от насущного это весьма классно ладно все отлично сейчас соберу обратно все вот и спускается и она не срывает в ноль и в нуле то есть когда минимальная какая-то мощность идет он не срывает в ноль что было изначально на пике он не срывает не пересбрасывается на максимальной мощности тут было такое что показывал до полтора киловатта короче щелкал щелкал потом хлобысь дисплея вообще не реагировал на кнопки то есть нажимаешь не нажимаешь светодиод статус показывает что идет преобразование что там шуршит а ни одна кнопка не работает у этого я нажимаю специально протестировать себя все работает вот мощность пошла 600 500 300 вообще отлично просто отлично можно вывести их в одно место да и настраивать друг друга ну или заморочиться с уэсби мне это вообще не надо и сюда не подхожу давайте профессионалы как же я это все без того что нет информации в интернете как же смог починить победить вот эту вот вещь мне просто любопытно напишите в комментарии на этом игру пока всем спасибо за внимание а у кого подобная проблема или чтоб не совершить подобную проблему ролик я позже от сниму и опубликую наверное осенью или зимой на этом всем удачи всем пока